Еще полгода назад это казалось чем-то недосягаемым, а сейчас оказалось вполне реальным. С 19 января в Беларуси началась вакцинация против вируса COVID-19. Первая партия вакцины – ГАМ-КОВИД-ВАК, Спутник-5. Производство Российской Федерации прибыло в Слуцк в количестве 45 доз. Вакцина живая, двухкомпонентная. Вводится первая доза компонента и через 21 день вторая доза компонента. Из одного флакона прививается одномоментно 5 человек. Перед прививкой обязательный медицинский осмотр с измерением давления, пульса, частоты дыхания, ЧСС, частоты сердечных сокращений. Опросы пациента на наличие аллергических заболеваний, тяжелых заболеваний. И затем пациент прививается, и мы его в прививочном кабинете в течение 30 минут наблюдаем. Тоже оцениваем состояние кожных покровов, температуру, при необходимости меряем давления, пульс, частоту сердечных сокращений. Последующий осмотр происходит в течение трех последующих дней и обязательно на пятый-шестой день. Аналогичная процедура повторяется через 21 день. В день прививается 5 человек одномоментно. Какие противопоказания? Это тяжелые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, острые заболевания. После этих заболеваний можно прививаться через три недели. Если не тяжелые банальные ОРВИ, то можно привиться при нормализации температуры, беременность, противопоказания и кормление грудью. С осторожностью надо прививаться пациентам, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, печени. В анамнезе есть хронические обструктивные бронхиты, бронхиальная астма, гематологические тяжелые заболевания, онкологические заболевания. Какие же могут развиваться реакции на введение вакцины? Это повышение температуры, головная боль, головокружение, озноб, катаральные какие-то явления, то есть это изоложенность носа, боль в горле, сдутие живота, диарея, какие-то неврологические симптомы, это та же головная боль и головокружение. И болезненность может быть в месте укола и отек, либо припухание, либо покраснение места укола. Побочных реакций не выявлено. Ну и, конечно же, о своих первых впечатлениях от вакцинации нам рассказал врач с лузкой подстанцией скорой помощи. Ничего страшного, обычная прививка. Ощущения? Так же, как и гриппа. Ощущения, как будто ее и не сделали. Никаких ощущений. Работают профессионалы на своем уровне, на своем месте. Почему приняли решение прививаться? Ну, нужно знать эпидемическую ситуацию, которая у нас сложилась сейчас. Поэтому вынуждены так делать. Тяжело болеть никто не хочет. А по работе мы бываем в разных ситуациях, поэтому прививаемся. Вторая партия вакцины ожидается уже в феврале. Главный врач санстанции Павел Кучко отмечает, что для создания необходимого коллективного иммунитета, который не позволит распространяться вирусу, ВОЗ рекомендует вакцинировать не менее 40% населения. Ну, а мы поинтересовались у нашего населения о их желании вакцинироваться при возможности. Появилась вакцина от COVID-19. Если у вас будет возможность, вы будете прививаться? Может быть и так. Ну, надо. Я работаю в торговле. Может быть, люди, если вне общаюсь, может. Потому что состояние не очень. Они же сейчас радуются. Уставшие очень. Может быть, не знаю. Думаю, да. Почему? В целях профил безопасности, чтобы предотвратить развитие. Вы будете прививаться? Нет, не буду. А почему? Потому что у меня много хронических заболеваний, которые противоречатся. Вот если у вас будет возможность привиться, вы будете прививаться? Даже не могу ответить. Не знаете. Вы будете прививаться? Ни за что. Ни за что? А почему? Не, я не хочу. Я же хочу пожить. Я уже это перенесла. Время покажет. Ну, это дает какую-то надежду, что сократить уровень заболеваемости. Он сейчас уже немножко пошел на спад. Что видно по нашим инфекционным кабинетам. По сравнению с тем, что бывает. Сейчас уже идет небольшой такой, скажем так, спад. Пробовать надо. Если нет каких-то конкретных противопоказаний, серьезных заболеваний, которые могут или осложняться, или проявиться во время инъекции вакцины в следующем. Ну, от местных реакций же никто не застрахован. Таких, как гриппоподобный эффект. Ну, даже в инструкциях прописано. К слову, по информации Минздрава, в дальнейшем планируется закупка вакцины также и других производителей, чтобы у людей был выбор. Планируется производство российской вакцины на базе Белмед препараты. Ориентировочно это произойдет в первом квартале 2021 года.